Всем привет! Меня зовут Ирина и я веду дневник беременности на канале Мазакея Раша. Сегодня у меня 35 недель и я хотела бы с вами поделиться своими новыми ощущениями и рассказать о том, что с нами случилось за эти недельки. Примерно с 32 недели явки в женскую консультацию стали чаще, примерно один раз в 10 дней. И перед каждой явкой нам приходится сдавать анализы. И в последний раз у нас выявилась анемия, то есть упал гемоглобин. На поздних сроках беременности это явление частое, поэтому я начала пить препараты железа и через 10 дней пересдала анализы. Оно уже значительно поднялось, но все же буду принимать до родов, чтобы поддерживать его в норме. На фоне того, что железо упало, у меня началось головокружение, чувство нехватки воздуха и очень быстро бьется сердце, прям захлестывает его постоянно. И причем это происходит только в обеденное время, днем. С утра и к вечеру все приходит в норму. После того, как начала пить железо, буквально через 2 дня все стало прекрасно. Чувствую себя лучше, сил больше и энергии тоже. В прошлых видео я рассказывала о том, что у меня варикоз, что я постоянно в чулках и чулки мои друзья. Так вот, да, я до сих пор в чулках, варикоз также не отступает. Я пью препараты для вен и из-за этого мне тоже приходится сдавать каждые 10 дней анализы на свертываемость крови, чтобы во время родов ничего страшненького не произошло. Но пока все хорошо, все анализы в норме. Я была первый раз на КТГ, так как это делали в женской консультации, естественно, бесплатно. Там очень старые аппараты. В нашем регионе почему-то до сих пор нет новых аппаратов КТГ. И, значит, пришел плохой результат. Ну, как пришел? Ну, написал аппарат КТГ, выдал плохой результат, якобы гипоксия. И 6 из 10 баллов мне поставили. Мне тут же позвонили, попросили приехать переделать. Но я решила сделать КТГ платно, дабы не верю больше ихнему аппарату. А свои ощущения обмануть непросто. Я чувствую, что все хорошо. Сделала платно КТГ, и действительно у меня все прекрасно. Детеныш растет, развивается, и все хорошо. Но мне все равно назначили повторно КТГ. И вот через недельку я пойду снова сделаю КТГ. Расскажу в следующем видео, изменилось ли что на их волшебном аппарате или нет. Девочка очень активная. Я могу уже прощупать ее коленочки. Прям выпирает, и я чувствую, что это коленочки. Ручками. Она лежит у меня в правильной позе, головой вниз. Раз в день и кает точно. Сейчас у меня постоянные мысли о том, что мне пора приготовить сумки в роддом. Понемножку начала собирать сумки. И на этом фоне отправилась в магазин. Так как резко похолодало, я приготовила одну одежду на выписку. Но думаю, что нам нужно будет немножко одеться потеплее. Поэтому я купила ей утепленный боди под конверт. Чтобы малышка не замерзла. Надеюсь, он ей не будет большой. Но для 4 килограмм купила. Но думаю, что она будет примерно 3,5. И ничего страшного должна поместиться. Вот. Купила в Мазакеи. В этот раз я там блуждала около 2 часов. Наверное, вот это чувство материнства. Хочется все посмотреть, потрогать. Точно ли мне нужен именно этот. Может быть, этот взять. И постоянно вот я что-то выбирала, смотрела, щупала. Ну, мне очень понравилось. Качество прям отлично. Можно будет даже ездить в торговые центры, раздевать ее и оставлять в этом одном комбезике. Утепленный комбинезон в розовом цвете. У него имеется хлопковая подкладка. Вшитые рукавчики антицарапки. Двойная застежка на молнии спереди. Закрытый носок. Так как это 100% хлопок, застирку его я не переживаю. Сон мой стал чутким. Я просыпаюсь несколько раз за ночь. Ну, во-первых, для похода в туалет, потому что ребенок очень давит. А во-вторых, иногда болят ноги, судорога. Это нехватка магния. Я купила спрей, брызгаю ножки, мажу. Муж иногда делает мне массаж. Становится значительно легче. Я вам уже рассказывала, что у меня появляется изжога. Так вот, она пропала на 2 недели. Я так радовалась, что все, я от нее избавилась. И тут буквально позавчера она с такой силой появилась, участилась. У меня просто все горело. И мне уже, правда, ничего не помогало. Прошла ночь, проснулась, вроде нету. Сегодня тоже не было. Посмотрим. Но пока она, в общем, присутствует в нашей жизни. Думаю, справиться с ней можно только после родов. В первую беременность я считала, что растяжки появляются у тех, у кого есть предрасположенность к ним. Ну, то есть, кожа неэластична и рвется. В первую беременность у меня появились растяжки по бокам и немножко внизу живота. Поэтому в этот раз я очень много изучала, читала отзывы, спрашивала у девчонок. И они мне сказали, что единственное, что им помогало от этих растяжек и от рубцов после растяжек, это масло B-Oil. Оно не только увлажняет кожу, оно и борется с рубцами, пигментными пятнами. В состав входят только витамины и травы. Это для меня очень важно, так как я очень чувствительна на химию, на препараты медикамитозные. То есть, я за натуральные средства. И действительно, никаких дерматитов, крапивниц у меня нет. Я его использую даже для лица. Кожа рук, разбавляя его с кремами, оно не липкое, быстро впитывается и очень приятно пахнет. Также в Мазаке в этот раз я приобрела такой чудный мобиль на кроватку. Я его собрала, уже повешала. Сейчас вам продемонстрирую. Он очень милый. Музыка не надоедает, приятная. Старшая доченька, когда увидела, захотела полежать в кроватке, посмотреть на него. Сейчас вам покажу. Так как мы ждем девчонку, наш выбор пал на нижний розовый серый оттенок мобиля. Так как мы уже до этого решили, что все у нас будет в серых тонах. Даже сейчас могу вам показать, что у нас бортики и постельная. От Мазаке тоже все в серых тонах. Музыкальный мобиль отличный способ создать комфортные условия для хорошего отдыха нашего ребеночка. Он отличается приятным дизайном, выполнен в спокойных постельных тонах. Механизм плавно вращает игрушки в виде кошечки, мышки, облачков и зайчика. На дне зайчика есть безопасное зеркальце для крохи. Спокойная мелодия поможет убаюкать кроху, подготовить его к сладкому сну. Мобиль легко крепится к детской кроватке и украшает с собой нашу комнату. А на этом все. Я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Если есть какие-то у вас пожелания или вопросы, пишите в комментариях. Буду очень рада.